Если это необычно. За молитву святых отец нашего, Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, поближе нас. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, игорь, святится имя Твое, да приидит царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе, имя земли. Хлеб наш, насущий нашим днесь, и оставил нам долги наши, як уже ему, и оставляя блажникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приснахи вовеки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. За молитву пречистоти, Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешным. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславие, если грешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. И освяти дары Твои, посылаемые Тобою. Словом истинной молитвы. Аминь. Это мы завтрака собираемся. Слово Божья, почитай. Садитесь. Ну, кому-то, да, или так. Егру, садитесь. Давай, брат. Кто читает? Давай, посчитай. Да не, ему не скучно. Кто-нибудь будет. Считай громко. Костик был. Третий был. Третий. Так. Чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Нет, ты сразу говори, где что написано. Сразу. Книга. Первая Фессалоникийцин. Третья глава, третий стих. Чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Апостол указывает здесь, какую пользу имел принести ему утверждение от лица святого Тимофея. Это говорит, что, чтобы не проходило в смятении, то есть не падали духом и не расслаблялись ввиду моих искушений. Ибо дьявол, когда улучит благоприятное время для искушения, поколеблет нетвердых напоминанием прежнего покоя, чтобы они отстали от того, что было причиной скорбей. Некоторые же говорили, что колебаться, смущаться поставлено вместо возбуждаться. Метафора, взятая от собак, которые ласкаются, машут хвостами. Да, да слышим, что христианам... Поменитесь местами. Анатолий, местами поменяйся. Анатолий, поменяйся местами. Не просто так, а перед тобой у слушателей, чтобы доходило это. Так, пальцами здесь мне не надо по тексту, она в бумагу. Я не по тексту ее поправил. Вот это вот, перенеси сюда ее, называйся служебной бумажкой, через нее рукой можешь надевать. А это вот так, через эту делаем. Вот сюда, вообще, касайся бумаги только через это. Апостол Павел заботится о своей пастве. Так, вот вчера мне один написал, и сегодня уже в дребезги пошел. Вот вы и так, и отвечаете. Другой рождается в нем, все, везде есть. Уже написано, и миллионы на книжке. А я бьюсь день и ночь, и ничего нету. Где справедливость? Верующий себя показывал. Апостол Павел говорит, нам надлежит страдать, чего ты хочешь. Ты это говори так, чтобы другой поверил, не просто прочитать. Ты считаешь для людей. Ты пробовал насчитывать на пленку или на что-то, а потом сам себя прослушать. Не слышал. Как же так? Это несерьезное отношение. Ты возьми псалтырь, молитвенник, сам просчитай, запиши, а потом прослушай, еще получится. Вот мы молимся. Тут был у нас малыш Роман, который там забултовал. Земля просто, и потом пошел, и пошел, и президент, и настоящая земля нам не принадлежит. Ну и товарищ пришел с ним срочно выезжать. Его арестовали, посидел тут, и его отправили. Без права уезда, сколько-то лет. И он же тут построил работяга, дело делает, ремонтирует. Все погубил. Все раз только просчищался, неделя не прошла, батюшка не настоящая. Просчищаться нельзя. Патриарх не такой. Ну то есть полное беснование началось. А началось с этого вот. Когда он приехал сюда, а я даю считать, псалтырь. Он считает, я сказал, ты еще считаешь, что сейчас... Ну как все, псалом, 72-й. Ты не псалом считаешь, ты издеваешься над всем псалтарем самым. Как так? А так, ты себя когда-нибудь слышал, нет, как ты считаешь? Нет. Это же самое. Я говорю, давай послушаем. А у меня запись идет. Послушал. А то я считаю так. Это же насмешка над Богом. Мне пришлось с одним старообрядцем быть. Хороший человек, работяга, все, ну, старообрядец. Вот он считает, Господи, помилуй, как. Он говорит, Господи, помилуй. Он считает, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Я говорю, ты Бога за грудки просто хватаешь. И даже так считается. Золотой у нас говорит, и руки, и тембр голоса, и все говорит о том смирении, которое в тебе есть. Господи, помилуй. Ты понимаешь, я, ты тонешь. Какой у тебя голос-то будет. Ты же к Богу пришел-то. Лежим двое в шалашении, кого нет, осень отдыхаем. Я опять говорю, давай попробую почитать. Он считает, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как же ты с Богом-то разговариваешь? Господи, помилуй. И припомни хоть один грех. Они так, Господи, помилуй, смеялся, помилуй. Первый раз я попал, когда в семинарию. И я говорю, а как вы считаете? О, тут особое. Это другое дело. Вызвали одного, давай. Он вот так вот стоит, надулся. Так воздуху взял. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. То есть у него пузырька тут уменьшается. Воздух выходит из него, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За раз сказать, без придыхания, 40 раз. А он не о Господи, не о помилуй, не о чем не думать. Но это поощряется. Я говорю, а как считаете, помилуй, Господи, о, это вот это считает. Семинаристы, Московский семинар, он так вот. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, милостей, квоей поможешь, если я долг твоих очистить, беззаконие мои многократно мы не отберем. Вот когда на подъеме идет паровоз, вот так вот. Это вас так ущер, да. Чтобы никакой эмоции там не было своей. Ну-ка. это нельзя это почти на время уже на беспорядок обязательно записывай я говорю об этом потому что трудно найти кто столько записывал минимум 50 томов я насчитал библия 12 томов златоуста 12 жития бытия григорий дещенко 4 книги на батальюме 5 томов архипелаг гулаг это произведение но одна библия только 90 часов и жить в самых невыгодных условиях что окна матрасом все это студия зайти нельзя постучать нельзя все отображается оригинал пишется а как внутреннее побуждение дал бог литературу нету а сердце моё говорит люди должны это знать и создать тон в студии когда арестуют отнимут это история единственная в мировом эфире везде была единственная за семь с половиной тысяч лет почему я прочитал у меня книга есть а я не мог успокоиться складывали деньги покупали магнитофоны там бывает некондиционные очень дешевые были а мастер свой алёша отремонтирует сделает направить нужную скорость и тогда пленки складывались и покупали давали каждая пленка стоила 6 рублей здесь копеек катушка 11 катушек библия девять архипелаг гулаг я до одного часа сказать сколько и как считать почему потому что составлял каталоги потом на них и мне никто не заставлял почему это не я делал это господь пишу в март месяц отсутствует сказали в екатеринбурге есть списался священником дьякон да есть я говорю не могли бы дать нет не могу а у меня не хватает на преднащитке там 30 листа вырванные лежу дальше еще 15 листов и я на работе зарабатываю дни еду туда и сижу и переписываю рукой а потом приезжаю насчитываю преград для меня никогда не было я только один вопрос поставил кто-нибудь это делал возможно ли это потому что опыта нету а кто-то скажет возможно возможно значит сразу приступаю к делу если ему возможно почему мне невозможно я всегда брал по высшей шкале не знаю а в пленке пошли как архиереи монастыри и за границей советское время там не пошили пальцем ну и что решетка уколы мое тело подвешено раздували вот такие вот разные там накачивали меня а разу бог не отнял я прошел этот гулак от стручнее всего это пытки птихиатрии со шприцом врач сидит еще веришь еще тебе дадут туда аминозильщикой мы сделаем так ты будешь делать что мы говорим а не то что тебе сказали там эти богомолы фанатики а я только-только искать начал поэтому я делюсь опытом много считать когда ты много знаешь а когда мало знаешь считай мало чтобы обдумать спамы встречается один и говорит а ты на занятия к нам ходишь нет а что проходите если хочешь видеть неблаги удержи язык свой от зла и уста свои от моего речи что уста так я пошел встречаюсь через три месяца что не хочешь то что сказал я все еще пока внедряю но не могу до конца три месяца прошло на одну фразу вот это когда мне говорят это вы знаете наизусть нет я не знаю но когда считают псалтыри или что-то бывает одно слово не так или ударение там у меня сразу перфокарта не совпадает я говорю стоп считаю он считает опять по-прежнему я говорю неправильно как неправильно я считаю я посмотрел вот правда у него так написано я беру другое издание библии там написано как должно быть это невозможно почему это на другом уровне все решается люди думают знания у меня нет гуманитарного религиозного образования я дрымью это день и ночь а сегодня чему учат семинарии чему учат в академии кого мы распакладываем сейчас она ко мне один выходит наш человек из нашего круга и говорит я батюшке на исповеди там был батюшка а вам можно вопрос задать необычно так на исповеди то он батюшка его допрашивает вам сколько лет а тебе зачем это знать батюшка меня это трогает и так молодо выглядит он говорит 34 алкоположного сколько ты что ты меня допрашиваешь ну 23 да какая же канон ты что понимаешь в каноне да ты имеешь право меня спрашивать это а просто ответить я беззаконник 14 15 правила шестого вселенского собора мы отвергли отвергли это означает потоптали это означает полторы тысячи епископов во всех соборах пренебрежен они стоят смотрят на тебя и ты стоишь кощей в рыжести и говоришь я вас не признаю и ты православный после этого книга правила это наше руководство это вехи на пути в царство небеса чтобы не заблудились и он говорит стоит мне батюшке говорить я говорю не стоит даже ходить к нему он издевается он кощунствует да считай до этого и потом размышлять будешь неделю считай с выражением и так когда мы на то назначены то что нового если мы испытываем скорбь поэтому мы должны оставаться невозмутимыми не только от прошедших искушений но и будущих это нам более должно быть свойственно нам должно страдать мы для этого призваны итак переходим к практике до какого времени можешь быть без ущерба для себя для нас ущерба никакого нет и когда вы едете если рада вы едете чем дольше будете тем лучше для нас я 16 обратно билет взял в июле 16 июля так до какого может быть до крещения на следующий день и на следующий день только выйдешь да но может быть и в день крещения может быть и в день крещения может быть и после Если решится, что я крещен, в смысле никаких не запретов, ничего, то 5-го. Так, у нас крещение 11 июля. Ты до какого можешь быть здесь? Вот я и говорю, что мне до 5 июля надо выяснить. Если выяснится, что мне надо креститься, то тогда это самое. До скольку? Я не пойму, до скольки можешь быть? До 5 июля. До 5 июля выезжаешь оттуда? Нет, смысл в том, что мне надо выяснить крещен, но в смысле правильно у меня крещен. Ну, узнавай, непонятно. Юрий, я сразу тоже, тоже сразу уедет после крещения. Так, осталось немного. А то что получается? Сегодня 20-я, 23-я неделя. Ну, 2 июля, 3 июля. 17 дней. Ну да. 17 дней, 10, 15, 15, 16, 17 дней. Так, напрягитесь эти 17 дней и жить не по своей воле. Что я говорю, к этому прислушиваться. Мы вставим в одно время. Вопрос решенный. По-другому не может быть. Почему написано? Что нам делать? Господь говорит, кто не отвергся себя и взял крест, если я бездостоинный дел. Это первое. Отвергнись себя, возьми крест, иду за мною. Вот и все. Отвергнись себя от того, что есть. Я уже сколько раз говорил. Во время работы не разговаривайте. Только отхожу, оборачиваюсь, смотрю, уже разговариваю. Просьба не разговаривайте и друг от друга отвернуйся лицом. Более жесткие уже условия. Найди такое место, отвернись и мы вышли на работу. А после работы вы пошли купаться, разговариваете. На работе не разговаривайте. У нас это жесткое правило. Благодаря этому мы еще это успели сделать. Кому это не подходит? Потому что делаю за замещание, за замещание. Прямо через 5 минут и гляжу опять. Этот парень чистит ножом, разговаривает, а гляжу он даже не глядит. Еще один ножом махать, что я если увижу, он работает. На дороге едем. Не разговаривает. Он оборачивается. А разговаривает и на меня смотрит. Я не хочу разговаривать. Он за рулем сидит, по трассе гонит машину, а я сзади сижу. Зачем ты оборачивался, Игорь? Маленько, пойдай сюда, я вылезаю из машины. Я не нужен тебе. Я тут 30 километров и пешком домой уйду. Да разве можно на трассе ехать и головой назад поворачивать? Ты что делаешь? И разговаривает о пустяках совершенно. Вот этот, который режиссер, вчера кто-то и сказали... Карен Григорян. Да. Мы дорогой ехали, он поехал с нами в одно селение там проповедовать. Ну и он был, все это снимал, по-хорошему обратно едет. Ну и вот, вот у вас какое во мне мнение? Я умный или нет? А я говорю, более дурного не встречал человека. Первый раз. Он, стой! Так, я взвалил в Санкт-Петербург. Вот мне характеристика тут дана. Вот так вот. А только я приехал со съемок, на севере снимал, там как эти тунгусы едят, нерку выбросило дохлую, они волоком тащат и режут и едят. Дерево моё, ты прости мне дерево. Ты одно стояло, теперь ты на лодке будешь. Больно тебя потерпи, вот Аня там все это наговаривает. Это ему сильно понравилось. Я ему сказал, тебе ничего нету христианского одно, а во-вторых, ты потворствуешь слабостям человеческим-то. Собирал материал, тут хотел снимать об одном фермере, он достоин того, Евгений Алексеевич Долгов, и так гинул. Видимо, отбил я его. Понятно? Надо главное ухватить. Самое главное здесь. Вы приехали не просто что-то как-то, а на определенное время, и у нас вы тревучишься этому. Я тебе буду сейчас день и ночь считать от опыта. Простое, я говорю, время работы не разговаривать, не с места. На работу входить всем. Вот, говорит, мне надо обрабатывать материал после работы. Это свободное время. Сократи сон. Сделай свое дело, как договорились. Мне никто не давал льготы никогда в жизни. И все назначенное было сделано. Невероятное. На работе, я говорю, на работе физически. Я строитель. Там печи делать, там рамы вставлять, двери, палы носилать. У меня средняя была выработка 280-300 процентов. За трех мужиков. И мне не стыдно это говорить. По тресту я держал первое место. А почему? Я все время думал, а как это сделать быстро? Никаких разговоров, ни одного слова. И мне поэтому давали работать одному. А зачем я за собой буду тащить? Зимой мы ставили огромные вот эти опоры высоководные. Мне нужно было фундамент закладывать. Что лом, клин, кувалда, белопату. Все работает. Тем более меня изолировали, чтобы ко мне никто не подходил. А люди все равно подходили, находили. Фурга идет, а ты рубишь и рубишь. Если попадает где-то на воде, все время лед обдалмываешь, он дальше промерзает, опять обдалмываешь. И получается вокруг тебя уже вода, а ты... Ну, нам не пришлось так. Отвергнись себя. Тебе это трудно? Нет. Я тебе дам работу отдельно где-то. Более для тебя важной нет. Отдельно совершенно. А сейчас придешь надо. Будешь совершенно отдельно там работать. За пределами, ну, в огородчике. Или делать со всеми вместе. Для нас это очень важно, чтобы успеть пруды восстановить, которые подмывают. Договоримся или нет? Не вопрос. Тебе говорить не о чем совсем. Ты сам знаешь памяти нет. На каждом шагу раз, опять. Дружу уже в молитве. Сейчас маленько встал уже. Кто кланяется и так. Ты учишься. Не разговаривай, а размышляй. Тебе подходит это? Он говорит с тобой. Зачем ты его слушаешь? Скажи, я не хочу слушать. Перестань говорить. И все. Усихите его. Почему я над ним там чуть-чуть один? Ну, помогите человеку об рамки взять. Я не могу ничего сделать. Он непрерывно говорит. Вот эта болтология сделала вот таким глупым. Он все рассеивает. То есть дырявая посуда. Течет вода со всех сторон. У него накоплений никакого нету. Не разговаривай. Повтори за мной. Во время работы не разговаривай. Слово сказал, сразу бери щепку в рот и с щепкой работай. Годится? Все, все. У меня опыт. Только с детьми 48 лет. Это полвека. Уже в одном формате три года. Так что я прошу подчиниться. Подходит? Да. До работы, где бы вы ни были, старший Юрий. Он скажет, значит, он говорит, знает, что сказать по делу. Если тебе кажется невыносимое там что-то, скажи мне. Я сейчас поговорю, я уйду. У меня большая работа идет сейчас. Приостановить, которые хотели приехать. А других побудить. Пришел ответ из патриархии. Патриарх. Ну, это, видимо, секретарь. Патриарх Святейший. Вас благодарит. Меня то другое. Ну, я не могу думать, что это прямо. Там написал один из Екатеринбурга. Тетюшер. И ответ такой. Он добивался аудиенции, чтобы мне он дал. И он говорит, было бы, если бы не Корана. Ну, и на это ссылается. Ну, может быть, патриарх и не слышал об этом. Но он говорит, патриарх Святейший благодарит вас за то, что вы делаете для православия и прочее. А может быть, и говорил. Тем более, тот патриарх прямо спрашивал метрополитского епископа. Вот какие у вас разношения с Игнатием Латкиным? Еще нормально, хороший. То есть, патриарх интересуется. Алексей. Второй тогда был. Сейчас Кирилл. Не знаю. Тем более, мои-то отзывы. Я их тоже не лечу. А говорю, за что Бог спросит с них. Так, просьба. На работу выходите, сразу все выходите здесь. И здесь не оставайтесь. Все выключайте. Потом сделаешь. Потом запишешь, придешь. Каждая минута свободы. Договорились? Да. Физическая мне работа нужна. Остальное делайте в свое время. Я не успевал. Я сокращал и сокращал сон. У меня восстановился 2,5 часа. Мы такие же люди молодые. 2,5 часа ежесуточно, не больше. И днем лежащего меня не видела за 60 лет. Почти 60 лет. Никогда. Только от силы прислониться. Они один раз ног скрывают. Песчатый. И во время песчатый, они нос обкнулись в клавиатуру. Я не вхожу в свой возраст никак. Это неправильно. Я должен сейчас с костылем ходить. Про переси разговаривать. А я с вами еще тут бегаю. Это неправильно. И поэтому я не могу никак войти в свой возраст. Вам понятно? Садимся за стол. Так. То, что есть в хворёк не стоит. Полная свобода. Открыть.